6 вечера в столице Казахстана. Накоплюс в рамках телемарафона. День памяти жертв Джана Узена продолжается. Вещание. Меня зовут Алексей Рыблов. С новостями к этому часу. Неожиданную поддержку из-за океана получили казахстанцы, которые проводят сегодня день поминовения жертв декабря. В Америке накануне прошел пикет казахстанских студентов. Несколько человек пришли на одну из площадей Сан-Франциско, чтобы почтить память расстрелянных в Джана Узене. Подобные акции у стен посольств Казахстана проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе и Бишкеке. Вот как объяснили свой пикет США. В общем, сегодня мы собрались здесь в Сан-Франциско, чтобы почтить этот фильм о событиях в Сан-Франциско. Сегодня в Сан-Франциско очень сильный дождь и поэтому очень мало народу смогло прийти за эти годы. Вот. Мы помним погибших. То, что Брейтис такая устранная купила. Мы помним эти события. Мы помним эти события. Мы их никогда не забудем. И я думаю, что мы каждый год будем собираться 15-16 декабря на Юниенскуэр, чтобы каждый год вспоминать погибших. В эти минуты в Джана Узене находится корреспондент немецкого издания Маркус Бенцман. Он уже в четвертый раз в Казахстане. Как рассказал Маркус, цель его визита – посмотреть, чем и как живет город спустя год после беспорядков. Препятствия работе местная власть не чинит. Однако утром местная полиция пыталась проверить документы и задержать иностранца. Но после появления телекамер силовики удалились. Своими впечатлениями о городе нефтяников Маркус поделился с нами. Что интересно, что журналисты все-таки здесь пустят, журналисты и работают. Это вообще очень для меня интересное наблюдение. И эта пустота тоже такое впечатление имеет. Конечно, с одной стороны холодно, но все-таки сегодня газодавственный праздник и люди все-таки не видят на улицах. Это ясно. Участники декабрьских событий 1986 года до сих пор возмущены. Там, где подавляли казахскую молодежь, теперь кипит жизнь в торгово-развлекательном центре. Ситуация повторяется. Вот в Жанаузене, на площади, где бастовали нефтяники, а 16 декабря произошел расстрел, вскоре появится новый культурно-развлекательный центр с подземной автостоянкой. Людмила Экзархова покажет жизнь под землей и на ней. Ритейлом по памяти. На главной площади Жанаузеня, там, где в декабре 2011 года полиция стреляла в безоружных, главный архитектор и аким города решили построить развлекательный центр. Футуристический замысел градостроителей амбициозен. Здесь будет и город-сад с тропическими растениями, и аквариум с морскими обитателями, и зооуголок для представителей казахстанской фауны, и этнографический музей. Кроме того, заказчики намерены установить кинозал, точки общепита, бутики и подземную автостоянку. Открытие такого центра, я считаю, что это к лучшему. Площадь, как место с большим открытым пространством, этот центр никому мешать не будет. Мы открываем кинотеатры, спортзалы, чтобы чем-то занять молодежь. Развивать город, конечно, надо, но под развлечением можно подыскать и другое место, считают же наузенцы. Многие еще помнят, как на этой площади год назад горели здания, звучала стрельба, отсюда уносили убитых и раненых. Для детей я думаю, что это всегда хорошо, когда страна растет, процветает, строится. Думаю, что это хорошо. Я сомневаюсь. С одной стороны, этот торговый центр нужен детям, но с другой, там же пролилась кровь. Я думаю, не стоит затевать здесь стройку. Это неправильно, так как здесь погибло много людей, здесь кровавая земля. И возводить что-то здесь нельзя. Я не поддерживаю проект. В Казахстане уже так поступали. На месте трагедии построили торгово-развлекательный центр. В 2007 году власти Южной столицы приступили к возведению элитного объекта Алмалы. И не где-нибудь, а на площади республики. Там, куда во времена СССР в декабре 1986 года с протестом против диктатора Москвы вышла казахская молодежь. Было принято решение о проведении таких консервативных работ, консервационных. Мы транспорт запустили вновь. Работу сейчас проводим. В любом строительном процессе бывают такие моменты. Этот проект вызвал бурю возмущения общественности. На митингах казахстанцы заявили, речь идет не только о гонке за прибылью и жажде наживы, но и стремлении властей свести на нет память о Желтоксане. Многие из тех, кто протестовал против скандальной стройки, не отступили от своей позиции и сейчас. Я вчера посмотрел на этот торговый центр. Там есть парковка, аптеки. Я не против этого. В свое время нам Тасмагомбетов это показал и сказал, что вот такое вот будет. Рядом построят музей для декабристов. С левой стороны есть государственный музей, а над площадью, как на Арбате, проложат каменные плитки. Когда вы придете с детьми отдохнуть, посмотреть, там будут скамейки. Я, как об этой идее услышал, сразу был против. Как это возможно? Это же историческое. Здесь пролилось много крови. Памятное место. Мы ежегодно там собираемся, читаем Коран по погибшим, возлагаем цветы. А в это время там ставят музыку так громко, что друг друга не слышишь. Этот день не для песнопений. И нечему там радоваться. Это же трагический день. Например, когда я туда прихожу, мне плакать хочется, а не развлекаться. Это ошибка, которую допустили власти. Я в 86-м году был на площади. 16 и 17 декабря. А 18-го нас не пустили туда. И там, где прошла бойня и пролилась кровь, теперь построили развлекательный центр. Я здесь потому ни разу не был. Многие считают, что это место надо превратить в подобие Красной площади в Москве, где не будут ездить машины, а люди будут гулять. Так хотелось бы, но, увы, этого не сделали. Если власть поменяется, думаю, у нас сроки дойдут до того, чтобы назвать площадь независимостью». Скандальный объект преследовали неудачи. Общественное противостояние, экономический кризис, смена городского руководства, которое лоббировало проект. Но в 2011-м году центр Алмалы все-таки заработал. Глядя на него, жилтоксановец Курмангазыр Ахметов чувствует себя оскорбленным. В 86-м за выход на эту площадь со сверстниками его осудили и посадили на 7 лет. К 16 декабря он до сих пор каждый год приезжает в Алматы, чтобы отдать дань памяти трагедии жилтоксана. «Вместо того, чтобы взять от этих трагических событий урок, наша власть хочет превратить все эти события. Наряду с мелкими событиями, как будто ничего не произошло». Две площади, две трагедии. В казахстанском обществе, похоже, до сих пор так и не сложилось четкого отношения ни к событиям 26-летней давности, ни к расстрелу нефтяников на площади в Жанаузине 2011-го. Жанаузин год спустя и 26 лет со дня события, названного в истории страны жилтоксаном. Сегодня в южной столице вспоминают жертв двух трагедий. С утра активисты и политики несут цветы. Место встречи – монумент независимости. Передает Евгения Сазонова. Минута молчания и возложения цветов. Сегодня в Алматы гражданские активисты и политические деятели отдали дань памяти двум трагическим событиям. Декабрьскому восстанию молодежи 1986 года и кровавой расправы над нефтяниками в Жанаузине. С самого утра к монументу независимости приходят люди, приносят розы. Многие не скрывают эмоций, оплакивая тех, кто погиб и был ранен, отстаивая свои права. Мы хотим перемен, хватит лжи и обмана. Помни, Жанаузин, поднимайся с колен, весь народ Казахстана. Активисты партии Алга свое шествие начали с национальной библиотеки. Затем у памятника жертвам трагедии Жильтоксана 1986 года они прочитали молитву и направились к другой стелле – монументу независимости. Здесь же у монумента независимости цветы возложили члены партии АЗАД, молодежного движения Рухпентель и просто гражданские активисты. За всем этим действием наблюдали стражи порядка, однако не вмешивались, потому как акция санкционирована Акиматом. Люди власти поняли, что делать нажим – это не просто не против закона, это не человечество. Тем более, в такие моменты сейчас очень много людей возмущенных, очень-очень много. Их раздражать не стоит. Это вредно для власти. Сегодня обошлось без эксцессов, однако накануне была задержана глава фонда Ар-Рухак Бахаджан Туригожина. Ее судили всего лишь за намерение прийти на церемонию возложения цветов. Активистка приглашала в социальных сетях всех неравнодушных на санкционированную акцию. Ее обвинили в организации митинга и посадили на 15 суток. Евгения Сазонова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. В Караганде также вспоминали годовщину кровавых событий в Жан-Узене. Инициаторы акции собрались возле памятника жертвам политических репрессий. Несмотря на 40-градусный мороз, прочитали молитву усопшим, возложили цветы и выпустили в небо белые шары. Алина Назарова не осталась в стороне. В Караганде, городе которой хранит память о десятках тысяч репрессированных в советское время, сегодня вспоминали погибших в Жан-Узене в прошлом году. Акция собрала немногих гражданских активистов. Первым делом они возложили цветы к памятнику политрепрессированным, выпустили в воздух белые шары, а после прочитали молитву усопшим. Сегодня же здесь должен был пройти пикет. Однако в нескольких метрах от памятника, за мирным возложением цветов, внимательно наблюдали сотрудники Комитета национальной безопасности, полицейские и прокуроры. Во избежание провокаций со стороны силовиков, пятички поменяли свои намерения, лишь поделились своим мнением о том, что происходило год назад. До сих пор еще не ясно, что произошло в Жан-Узене, почему власть применила силу, именно стреляла, почему они не могли применить специальные средства. Мы правду о Жан-Узене еще не знаем. Сегодня праздник День независимости Республики Казахстан. Но этот праздник год назад был осквернен. Ровно год назад были расстреляны люди в Жан-Узене. Они хотели на своей земле получать такую тоже хорошую зарплату, но им не хотели платить. И начали им приписывать то, что они не делали. И в конце концов пролилась кровь. И как резюме своим рассуждением, активисты сказали, что по сути сегодня День скорби, а величественный праздник независимости нужно перенести на другую дату. Алина Назарова, Ибрагим Ибрашев, Караганда, Казахстан. А затем, как сегодняшний день прожит столичной общественностью, следил репортер Санатур Налеев. В Астане тоже возлагали цветы. Помянуть жертв Жан-Узенской трагедии, гражданские активисты пришли к флагштоку. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! 16 декабря Астана встретила 40-градусными морозами. Они не помешали столичным инакомыслящим выполнить задуманное. Утром около 30 человек пришли к флагштоку, где когда-то был монумент жертвам политических репрессий. Оппозиционные политики, лидеры НПО и общественные деятели возложили траурный венок и цветы. Ни морозы, ни аккорда, никакие другие силы не должны остановить нас. Декабрьские события 1986 года и Жан-Узен в 2011 году – это те события, которые должны для нас послужить уроком. И мы не должны допустить, чтобы такое кровопролитие, которое устраивает власти, в ходе которого погибают мирные населения, в Казахстане больше не должны повториться. Дважды в истории страны стреляли в мирных граждан. Оба события произошли вдали от Астаны. Но именно сюда казахстанскому руководству апеллируют те, кто убежден. Власть так и не извлекла урок из трагедии в Мангастау. Национального траура по жертвам Жан-Узена и Щитпе в Казахстане так и не было объявлено. А те, в кого стреляли на западе страны, были осуждены. Когда мы будем помнить каждого из них поименно, только тогда эта ситуация не повторится. Но также мы должны помнить о том, что Жан-Узен несет персональную ответственность человек, который сидит наверху. Сильный мороз вынудил собравшихся провести акцию оперативно. К слову, возложение цветов к столичному флагштоку стало финалом серии траурных мероприятий. Годовщина Жан-Узенской трагедии заставила многих забыть об идеологических разногласиях. За несколько дней до этого общественники провели заседание, на котором осудили прошлогодние действия властей, читали гражданскую лирику, совершили пятничный намаз и вспоминали о погибших запоминальным асам. Санат Урналиев, Ермек Амиров, Виктор Гудь, Астана, Казахстан. Что может объединить юг и север и людей с разными политическими взглядами? Сегодняшний день показателен. В Шемкенте и Петропавловске неравнодушные люди вспоминали декабрь 86-го и Жан-Узен 2011-го. Юрия Панкратова подробнее. Так вспоминали же наузенские события прошлого года и алматинские беспорядки 86-го в Шемкенте. У мемориальной доски, установленной в память о карате Раскубекове, символе трагической даты, собрались около двух десятков человек. Общественники, политики и журналисты – люди порой разных взглядов. На один день стали единомышленниками. Настоящую свободу, настоящую независимость мы не получили. Постоянно скрывают правду от народа. Разве это можно? Поэтому правда рано или поздно все равно истинно раскроется. Поэтому правительство, власть с народом должна навы разговаривать. Собравшиеся отметили. До сих пор у казахстанцев нет четкого понимания относительно двух трагических дат. Многие вопросы остались без ответа. Пока в государстве у власти стоят вот эти люди, правда о желтоксановских событиях и правда о Женаузене никогда не будет раскрыто. Потому что никому из наших властей это не нужно. Я считаю, для этого нужно время, чтобы к власти пришли другие люди. А так вспоминали Женаузен и Желтоксан Петропавловские. 40-градусный мороз не помешал немногим североказахстанским активистам выразить свою гражданскую позицию. 16 декабря 2016 года режим Назарбаева расстрелял рабочих Женаузен на Ищетпе. Это в очередной раз показало уродливость капиталистической системы Казахстана, благодаря которой делает это все ради того, чтобы получить максимальные прибыли, но ничего не принести самим людям. Как показал сегодняшний день, людей разных по политическим взглядам и даже по географическому местоположению сплотил и объединил вовсе неофициально объявленный праздник, а трагически закончившееся противостояние прошлого года и события четвертьвековой давности. Юлия Панкратова, Владимир Бурцев, Александр Аким, Ильдар Жунусканов, Шимкент, Петропавловск. К этому часу все. Передаю слово гостевой студии. Встретимся в 10 вечера и подведем итоги дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова